Всех приветствую на канале Магия Таро. Меня зовут Данилова Маргарита. Сегодня мы с вами разберем индивидуальный расклад на тему взаимоотношений. Расклад по заявке девушки. В нем у нас 10 вопросов, если не ошибаюсь. Да, 10. Буду прибегать к подсказкам, потому что составлены конкретные вопросы. Если вы смотрите данное видео, возможно оно будет полезно и вам. Примите то, что отозвалось и откликнулось в душе. То, что не ваше, просто не берите. Тема взаимоотношений наиболее часто встречающаяся, хотя на сегодняшний день достаточно много запросов касаемо предназначения женщин, касаемо какой-то миссии, целей, развития. Что меня тоже очень радует, потому что если мы пришли в этот мир для того, чтобы реализовать себя, то исполняя главную роль, все остальное автоматом к нам притягивается. Итак, долго не буду говорить. Есть вопросов. Сразу выложу карты, чтобы не запутаться в ответах. Субтитры сделал DimaTorzok. Итак, первый вопрос. Что сейчас происходит в отношениях? Я бы сказала, что вы сейчас устремились в сторону притяжения друг к другу. Причем мужчина очень желает обнажить ваши чувства, ваши мысли в его сторону. И он желает, чтобы вы ему доверились и открылись. Есть один момент, что очень мощный сексуальный импульс от мужчины исходит. И он немного, знаете, не видит как берегов. Он готов взять вот это вот мое и все. Вы почему-то немного отстранены и за плеча, что ли, наблюдаете за ним. Причем все решение в рамках развития отношений лежит за вами. И те пути, которые вы будете выбирать, тоже зависят от вас. Вы можете выстроить и выбрать именно ту лестницу, которая вам близка и необходима. Что еще происходит? Единственный момент, который заострил мое внимание, это то, что на сегодняшний день вы будто бы пробудились к тому, чтобы определиться прежде всего для самой себя, та ли это цель, та ли это мечта, которую вы хотите достигать. Тот ли это человек, с которым вы хотите войти в новое. Тот ли это человек, с кем вы сможете проявить всю свою женственность, всю свою харизму, весь свой женский потенциал. Для вас сейчас очень важно определиться, надо ли вам это или не надо. Потому что на сегодняшний день сомнения, с одной стороны, они вроде бы нам нужны, для того, чтобы мы критично относились к текущему положению дел и опрометчиво не вступали в отношения. Но в аспекте с сегодняшнего дня они вас угнетают. Я не могу сказать, что они могут повлиять на отношения или убить их на корню. Сейчас мы пробуем путем ответов на следующие вопросы попытаться понять их на глубже, что ли. Но пока, начиная с первого вопроса, первой позиции, я не вижу каких-то особых трудностей для того, чтобы избегать всех отношений. Итак, второй вопрос. Что чувствует он ко мне сейчас? Абсолютно точно могу сказать, что он желает укрепить свои позиции в роли мужчины, в роли мужчины рядом с вами. Он готов... Вообще он вас выбрал, да? И он готов уйти вместе с вами в нечто новое и давать вам, да? Много давать. Немножко уравновесить ваши отношения. Какие-то роли, может быть, на себя взять, да? Больше. Но в то же время он ждет вас ответных каких-то реакций. Он понимает, что отношения-то не игра в одни ворота. И он чувствует, что ему необходима ваша поддержка, ваша решимость, чтобы вы его тоже как мужчины выбрали. Что еще он чувствует? Он чувствует некоторое смятение. Как будто бы от него какая-то информация скрыта. Он готов двигаться в сторону того, чтобы узнать эту информацию, узнать ближе вас. Но вы сидите на этих эмоциях и ни с кем не делитесь. Опять-таки вы от него отвернулись. Все, что он вам или Вселенная вам предлагает, это как будто бы не то, что вам нужно. Вы обрянутся с этим мужчиной скучно и готовы немножко вариться в собственном соку и в своих былых эмоциях. Вы привыкли, что должна быть какая-то феерия. Должно быть ярко, динамично. А тут у вас союз очень такой спокойный. Он на самом деле чувствует, как будто вы разбиваете ему сердце тем, что можете выбрать и не его. И он пытается в этом разобраться. Не знаю, есть ли у вас другие поклонники, которые вокруг вас. Или беспокоят ли вас мужчины из прошлого. Но чувство вашего мужчины, на которого сейчас делается расклад, очень неоднозначно. Потому что он очень-очень желает быть с вами, он сделал выбор в пользу вас, но он не чувствует ответных, таких же сильных эмоций. Как будто бы вы еще не определились, и его тело не тает. Каким бы хотелось бы видеть наши отношения. Абсолютно четко он видит вас, женщину, с которым он хочет устроить будущее. Отношения он видит очень жизнерадостными, яркими, фееричными. У вас как будто, вы знаете, все решено. Где вы будете жить? Какой уровень дохода будет у вас? Когда родятся дети, как вы их наречете, и все остальное. Причем, вы для этого мужчины как магнит. Как некоторое волшебство, даже я бы сказала, магия. Знаете, как заколдовало. Вот именно такие мысли. И он понимает, что эти отношения, они как колдовские. Но ему хорошо быть в этих ваших чарах. И его потребность души именно в такой семье. Когда женщина окутала, когда женщина дает некоторые стимулы движения, которые своими женскими «хочу» заставляют мужчину двигаться. И он понимает, что будущее с вами, оно перспективное. Достаточно будет всех ресурсов для того, чтобы собирать свадьбу, жить в достатке. Ну вот, знаете, как у всех людей, да? Как это принято рассматривать в обществе. Но в то же время он понимает, что для того, чтобы удержать вас, ему необходимо вот такое недвижие усилия. И ему необходимо управлять всеми стихиями, которые вокруг вас, да? Которые вокруг ваших отношений. И он понимает, что легко не будет. И он готов трудиться над этим. Он готов прикладывать усилия. Он готов каким-то образом пытаться уравновесить, да? То есть не только постоянно пропадать на работе, но и уделять время вам. И он именно такими видит отношения. То есть когда мужчина для женщины, а не наоборот. Я крайне редко вижу в последнее время, наверное, такие расклады. Но я бы обратила внимание, ваше внимание, прежде всего, на устремление данного мужчины. В то же время, есть какие-то моменты, которые и его, и вас смущают. Его смущает прежде всего то скрытое, чего он не знает, да? Он очень много занимается самокопанием для того, чтобы сохранить то, что есть. Но в то же время вывести на новый уровень. Потому что вот это вот состояние дремоты, оно каким-то образом его угнетает, да? Тут я с огромной вероятностью скажу, что вот это вот ваша нерешительность какая-то, да? Чтобы обратить свой взор в сторону построения семьи. И уже окончательно решиться, что да, это мужчина по судьбе, это мужчина для жизни. И что вы готовы строить отношения с этим мужчиной. Его это очень угнетает, но оно очень-очень много в этом копается. Поэтому вопросы, каким хотел бы видеть наши отношения, он бы хотел видеть красочными, яркими, но как будто бы ему недостаточно вашей взаимности для того, чтобы прийти к этому. Четвертый вопрос. Что чувствую я? Ну вот на самом деле запутались. Запутались в каком аспекте? Запутались в том аспекте, что стоит ли вообще следовать в эти отношениях? Стоит ли прикладывать усилия и трудиться над ними? Эти отношения вам кажутся какими-то неоднозначными. Первое, вы понимаете, что как будто бы не может быть так все легко и просто. Вы привыкли к тому, что не мужчина ради вас живет, а вы ради мужчины живете. Вы решаете вопросы, повседневные вопросы. Пытаетесь в нем найти какую-то особенность, какой-то дефект, который необходимо устранить, над которым необходимо работать. Либо наоборот, в каком-то мужчине, который по общепринятым нормам деструктивен, вы пытаетесь в нем найти зерно духовности и нечто божественное, оправдать этого мужчину. А вот мужчина, на котором мы сейчас делаем расклад, он выбивается из общего числа ваших отношений, из общего числа тех мужчин, которые вас раньше окружали. И у вас такое неоднозначное отношение ко всему этому, только потому что это очень непривычная для вас схема. В этих отношениях не вы для мужчины, а мужчина для вас. Для вас это очень-очень непривычно. Именно поэтому вы опасаетесь, стоит ли трудиться. Схема-то непривычная, сценарий не тот. И сыграть его как будто бы не получается. Сейчас скажу, что еще мне тут. Да, вам кажется, что это игра и что она скоро закончится. Всего лишь в вашей голове. У вас вообще мысли, знаете, по поводу чего? Стоит ли открываться этому человеку? Нужно ли вообще каким-то образом... Ну, вот устраивать перспективу отношений с этим мужчиной? И... Что здесь еще? У вас как будто бы нет внутренней искры. Знаете, как бы химия... Ну, химическое влечение к мужчине не на последней листе у вас, да? И вот этого как будто бы недостаточно. То есть все ровно, хорошо в рамках там дружбы, уважения, принятия совместных дел. Но у вас химии нет. Нет вот этого влечения. И вы думаете, где же это огонь, который должен быть? Те африканские страсти, когда мы готовы там волна с головой. Где эти эмоции? Почему их нет? Это, возможно, не то. И вот этот вот аспект того, что у вас нет сильного сексуального лечения к мужчине, немного восстанавливает. Оно вносит смуту просто восприятие всего, что происходит. Не могу давать характеристику, плохо это или хорошо. Скажу только одно, что химия может как со временем уйти, да? Именно сексуальное влечение, так и возродиться с новой силой. Потому что чаще он уходит, да? Чаще люди там, когда там, не знаю, 3 месяца встречаются, у них там затуманный разум, у них полны иллюзий там и так далее. Они вступают в эти отношения, там все, они заявили, познакомили там друзей, родителей, строят перспективные планы. Потом этот уровень гормонов спадает, и люди не понимают, кто рядом. Поэтому, возможно, в вашем случае очень важно вступить в отношения именно головой. А влечение оно, может быть, догонит. Просто в прежних отношениях у вас запускался момент не вот этого влечения внутреннего, эмоционального, химического и сексуального, а какой-то другой. Сейчас я попробую посмотреть. Да, вы очень часто за равноценный обмен принимали именно взаимные сексуальные влечения. И вот этого аспекта сейчас с этим мужчиной нет, и вам кажется, что это не то. Вот не то, что вам сейчас нужно. И именно это вас взбивает с толку и путает. Да, это важно, потому что, ну, все равно, не знаю, там, чаще в семьях планируют детей. Важно, чтобы сохранялся интерес. Но тут другой момент, да. Рассмотрите отношения, которые были выстроены на сексуальном импульсе, и к чему они привели, да, через, по истечении какого-то времени. И посмотрите те пары, которые, ну, живут долго и счастливы, которые просто понимали и принимали, там, дефект друг друга, у которых не было африканских страстей, но которые понимали, что, да, это тот человек, с кем я хочу идти рука в руку по жизни. Поэтому тут необходимо просто расставить приоритеты. Тут я ни в коем мере не возьмусь давать советы или какие-то рекомендации. Те отношения, которые сейчас, да, раскладно делаем, на того мужчину, который сейчас в вашей жизни, он просто выбивается из общей массы мужчин, которые вас окружали. И тут нужно четко понимать, что если того рода отношения не привели к семье, возможно, это были не те отношения, построенные на том фундаменте. Возможно, нужен другой фундамент и другие отношения, которые привели к семье. И я допускаю, что именно данный мужчина даст вам основания выстроить очень прочные, перспективные отношения, наполненные любовью, но не такой вот пылающей, да, а любовью ровной, которой мы любим наших друзей, которой мы любим наших близких и родных. Вот именно такая любовь. Она просто отличается, но она поможет быть в гармонии и в балансе именно семейных отношений. А вам вот не хватает этих качелей. Вам нужно, чтобы либо, не знаю, там, разрывы, потом снова сходились, потом снова вас выбрасывают в этих отношениях, снова уступают какие-то другие отношения. Вам не хватает этих фееричных качелей. Не привыкли к ним. Пятый вопрос. Зачем мы встретились? Без этого мужчины вам было тяжело. Вы самостоятельно пытались решить какие-то вопросы материального аспекта, достатка, самообеспечение. Это первый момент. То есть он вам дан некоторой передышкой, когда не только вы сами о себе можете заботиться, но кто-то еще может о вас позаботиться. Это первое. Второе, хотя второе не менее значимое, чем первое, я бы даже сказала, что оно не то, что важнее, но более необходимо в вашей душе – это убрать все прежние сценарии, которые не работают. Убрать те сценарии построения отношений с мужчинами. Этот человек кардинально отличается от всех тех мужчин, которые были у вас раньше. И это позволяет завершить некоторый цикл кармических уроков. То есть это как переход на новый уровень. Мужчина и отношения с ним дадут вам возможность восстановиться и прийти в то медитативное состояние, когда вы вернулись к самой себе, к своему предназначению, к той роли, зачем вы пришли в эту жизнь. И вот вы наконец-то прошли уроки, которые были. И я имею в виду уроки с мужчинами. Сейчас есть возможность начать по-новому. Вы, конечно, всегда можете скатиться в старую схему. Можете сказать, нет, мне это не нужно, я хочу по-старому. Но тут уже будет зависеть от вас, что вы будете делать. Да, решение за вами. Контролировать это решение тоже будете вы. И вот все в ваших руках. Что для него дает? Ваша встреча. Пока он находится в периоде ожидания. То есть он ждет, когда у вас будет пробужден ответный интерес. Пока он дает, 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 он занимается дарованием, он ищет новые способы для того, чтобы обратить ваше внимание на себя и для того, чтобы вы поверили, что семья с ним возможная, она будет очень счастливой, структурной и безопасной прежде всего. Потому что, пыталась найти слово, бывые отношения для вас были небезопасными. С этим мужчиной вы абсолютно точно будете находиться в безопасности. и он сможет уберечь вас от каких-то факторов риска. И он сможет вам обеспечить комфорт. Да, я понимаю, что составляющая интересна немножко, пока отсутствует. Но она будет возрастать, если вы будете развиваться, и он будет развиваться. И вам будет чем делиться, и вы найдете общие точки соприкосновения. Шестой вопрос. Что мы можем дать друг другу? Первое, что вы можете дать, это радость, эмоции, наполнение. Вы очень разные. Вы можете дать ему то, чего нет у него. Он может вам дать то, чего нет у вас. Причем, если, допустим, вы буйствует, он вас может успокоить. Если, наоборот, он пришел в состоянии стагнации, вы можете его растормошить. У вас примерно на таком уровне отношения. Что еще вы можете дать друг другу? Абсолютно четко карта семьи, карта цикличности, когда дом полный, а чаша изобилия, когда есть веселье, насыщенность. И вы можете давать друг другу решение. Потому что вы как абсолютно разные субстанции, как две разные планеты, каждый может решать вопрос другого. То есть не так, что каждый решает свой вопрос, а именно вы по-женски помогаете ему, вам по-мужски какие-то части. То есть у вас на самом деле, знаете, как спираль ДНК, очень все правильно сформировано. Очень две структурные личности, понимающие роли в этой жизни. Сейчас скажу еще что. Да, у него тоже разрушаются схемы и модели поведения и прежний сценарий с женщинами, потому что он очень легко завоевывал женщин. Ему стоило только, не знаю, подмигнуть, и женщина была уже его. В вашем случае он очень-очень долго, методично, упорно пытается найти истину, как же вот это все перевести в другое русло. И рушится как в вашей голове, в вашем сердце рушится прежний сценарий, так и в его. То есть вы друг другу очень нужны, потому что у вас идет мощнейший процесс обучения. И он понимает, что с женщинами не всегда легко и необходимо потрудиться, не все так комфортно, к чему он привык. А вы понимаете рядом с ним, что жизнь может быть изобильна, и вам особо не нужно трудиться. То есть вот такой очень интересный тандем у вас образуется. И я вот прям искренне радуюсь в виде такие арканы, особенно на процессе вот именно, что мы можем дать друг другу, либо каких-то вот духовных уроков. Да, вы по-новому можете возродить союзы. Причем союзы равновесные, когда каждый на своем месте, когда вместе вы с силой, когда вы удерживаете друг друга от каких-то необдуманных решений, служите некоторой помощи и поддержкой друг другу, но необходимо перейти прежде всего вам ступень отсутствия интереса. Потому что вам слаще перечитывать дневники прошлого с другими мужчинами. Как там было весело, вот эти вот, ну вот не знаю, переживать эти страдания, муки. Вам кажется, что там была любовь, а здесь любви нет. Поэтому как только вы переступите все это, вы сможете узнать всю глубину и полноту этих отношений. Они отличаются, но разве вы не об этом просили творца? Разве вы не хотели закончить череду вот тех невообразимо тяжелых отношений? Подумайте над этим, да. Седьмой вопрос. Есть ли для него какие-то преграды, мешающие развивать отношения? Да, абсолютно точно есть. Он вообще считает себя связанным по рукам и ногам. Опять выпадают арканы выбора. Причем здесь выбор в чистом виде. Колесо фортуны, арканы шельника. Он связан только в том контексте, что вы не сделаете выбор в его сторону. Вы уйдете, вы отвернетесь от него. Вы как будто бы отрекаетесь от отношений с ним. И это вот осознание того, что вы не будете вместе под этим солнцем, его связывает, пугает, мешает ему воспринимать и двигаться. И он не может проявить все свое мастерство вот в этом плане. Что еще не мешает? Не мешает, что вы не очень открыты. Я не понимаю некоторых моментов вот именно в данном раскладе, потому что такое ощущение, как будто вы уже заявили о разрыве, либо в ваших отношениях был момент, когда вы не общались, и была попытка больше не развивать эти отношения. И он ищет пути для того, чтобы стать для вас источником счастья, источником эмоций. Ну вот всем, да, стать, но вот он не находит этих путей. Ему это очень сильно мешает. Почему мешает? Спасибо. Возможно, в период, когда вы не общались, у него было общение и выбор в сторону другой женщины. Он очень сильно стрессует по этому поводу, потому что как будто, вы знаете, сожалеет, просто сожалеет, а сделано в выборе. Там все равно ничего не было, никаких там серьезных намерений, либо страстей, либо перспективы в отношениях, там ничего не свершилось. Но то, что он в свое время как будто бы выбрал не вас, или в период каких-то сложных моментов жизни общался еще с кем-то, его угнетает. И он не знает, как снова вернуть доверие, как снова начать это все заново. На самом деле он очень сильно старается, и, скорее всего, эта проверочка была послана и вам, и ему свыше. Иногда мы понимаем и принимаем решения только в сравнении. Нам необходимо быть в сравнении для того, чтобы принять окончательные решения. Я не думаю, что стоит вам напоминать ему о каких-то вот прежних моментах, потому что, еще раз повторюсь, там было только общение на уровне, не знаю, симпатии, на уровне какого-то интереса, досуга, не более того. Там не было такого, что, ну, желание построить отношения. И это было только в период, пока вы не общались. И это было закономерно. Это было необходимо для вас обоих. Поэтому, ну, вот как-то так. Восьмой вопрос. А как мне себя вести, чтобы отношения развивались и благоприятно для обоих? Первое, что необходимо понимать, это ценность себя и ценность этого мужчины. Чем мы для вас ценим, да. И еще очень важно самой тоже добавить немного активности. Потому что не хватает решимости. Вы как будто бы выбрали, но не выбрали. Вот сегодня, да, как будто бы вот это вот единственный мужчина, который вам нужен, который очень в вашей голове, не могу сказать, удобен, но как будто бы с ним семейная жизнь очень комфортно сложится. А с другой стороны, вы понимаете, что как будто бы это не совсем то, что нужно. То есть если бы это было бы ваше, это давно бы уже вот, ну, в какую-то вот феерию вылилось. Потому что, еще раз говорю, вы привыкли к афериканским страстям. Этого у вас нет, у вас очень ровные отношения, очень доверительные, дружеские и на других основах базируются они. И для того, чтобы они развивались благоприятно для вас обоих, необходимо понимать ценность друг друга и ценность этих отношений. И чуть-чуть больше добавить ритма. Прежде всего здесь, в голове, сказать себе, да, я выбираю отношения с мужчиной, именно с этим мужчиной, и я готова попробовать. Я хочу попробовать себя в новой роли. Я готова пойти на некоторый роды риск. Потому что вот вы как будто выходите вдоль берега, да, и даже намочить ноги боитесь. Вот примерно такое же состояние внутренняя. Как еще вам себя вести? Будьте к нему мягче. И пробуйте, ну вот, нечто новое. Не знаю, там, новые рестораны, новые подходы. Не знаю. Поиск информации в новых книгах. Вот как-то все по-новому. Потому что немножечко это все затемнулось как будто. Потому что вы не решались. Потом он немножко не решался, потому что вы уже не решались. И это вот все довольно сильно затемнулось. И еще момент такой. Будьте чутки к его состояниям. Для него очень важно, чтобы вы были на его волне. То есть в некоторых моментах стоит немножко отойти. Если он находится в периоде переоценки ценностей каких-то, да. Либо сам хочет проработать моменты того, что происходит в жизни. В некоторых моментах ему очень важна ваша поддержка. И значимы те советы, которые вы ему даете. Поэтому необходимо быть проницательной и очень чуткой. Не рубите с плеча. Вот чуть-чуть помягче с ним. Немного дайте вот этой внутренней силы, что вы его принимаете. Что он вам близок, дорогий. И на самом деле вы его выбрали. Ну, если вы на самом деле его выбираете. Девятый вопрос. У нас перспективы отношений на ближайшие четыре месяца. Четверка пентаклей. Четыре месяца. Отношения это будут свои плоды. Но при этом вы испытаете сильнейший эмоциональный всплеск. И погрузитесь снова в собственные страхи. Вам будет страшно. Вы будете видеть развитие отношений. Куда можно прийти. Но вы как будто бы не решаетесь пройти через это. В чем риск? Риск сделать выбор. Усилить. И разжечь один огонь на двоих. И еще вы очень боитесь, что это бездуховно. Бездуховно в том плане, что как будто бы вы, ну, как на ярмарке, как в магазине выбираете товар. Как будто не сердце выбрало, а голова выбрало. И как будто бы вы их купили. Ну, или обменяли. И я еще раз говорю, что даже на девятом вопросе, в моменте перспективы развития отношений, вам необходимо самой разобраться. Чем быстрее вы с этим разберетесь, с выбором, тем быстрее вы придете к какому-то результату. Не бойтесь совершать ошибок. Ничего страшного не случится. Даже если ничего не сложится. Но те арканы, которые сегодня вышли на раскладе, четко говорят о том, что у вас абсолютно точно могут быть перспективные отношения. Абсолютно точно только нужно решиться внутри. Потому что эти отношения отличаются от прежних схем. И вам нужно переступить через это. Причем, возможно, замирание отношений. Замирание отношений, когда будет холодно, когда вы не будете, допустим, общаться, либо когда вам покажется, что все уснуло и умерло, будет связано только с тем, если вы так и не определитесь путем. С этим мужчиной вы или не с этим мужчиной. Что еще в ближайшие 4 месяца? Необходимо будет вам проявить, вообще, не знаю, собрать всю волю в кулак, проявить упорство для того, чтобы разрушить стену воздержания. У вас какой-то в голове сидит момент, когда вы не можете через это переступить, когда это выше каких-то ваших догмак, догмы, да, вашей парадигмы. И поймите прежде всего для себя, что вы боитесь потерять, вступая в эти отношения. Потому что что-то внутри вы накопили и очень мощно оберегаете, и вы не хотите этим делиться. Вам кажется, что это предназначено не для него, а для кого-то другого. Либо это предназначено для чего-то большего. Перестаньте с этим носиться, как курица с яйцом, прежде всего. Как только вы поймете, что даже растратив то, что вы накопили, вы сможете это снова восполнить. Либо этот сгусток энергии от того, что вы оберегаете, оно пойдет во благо другому человеку и во благо вам. Во благо вообще жизни, в общем понимании слова. Вы сможете это применить. Потому что это как, знаете, когда мы хороним свои таланты. Вот примерно то же самое происходит. Я очень знаю, что вы так оберегаете. И что будет, если я оставлю этого человека и пойду дальше? Ну, вы, если оставите и пойдете дальше, то снова у вас будет много идей. Вы будете перебираться и в голове некоторые вакансии. Но сначала вы впадете в состояние жертвы. Подвешенного, потому что снова не достигли результата. Причем результата, который был кослан свыше. Они проявили свое мастерство. Не пошли до конца. Не прислушались к своей интуиции. Не услышали голос Творца во всей этой ситуации. Для чего это было дано? Вы впадете в некоторую одержимость от того, чтобы стать женой. Вы будете настолько прям желать, да, прям вырваться из одиночества и вступить в законное супружество, что это будет на уровне прям зависимости от цели. И в то же время вы обновитесь. Снова вступите в какие-то отношения флирта, легкости. Вероятнее всего вернетесь опять к тем шутам, которые вас окружали раньше. И будете по старой схеме строить отношения немного с деструктивными товарищами, которых необходимо выручать, спасать. При этом пытаться через них реализовать себя. Я же молодец, да. Я на яйфоне лучше, лучше. Тоже неплохо. В этом нет ничего страшного или ужасного непоправимого. Но в любом случае решать вам. Абсолютно точно могу сказать, что, чтобы вы не выбрали, вы все равно вернетесь на свой путь. Творец всегда корректирует нашу дорогу. Поэтому ночь через это будете проходить. И вероятнее всего, какой-то период времени будете в роли любой верховной жрицы, то есть в роли любовницы. Отношения, которые скрыты. Отношения, которые для души, для развития собственного женского потенциала. Но они больше такие, вы знаете, когда мы вне игры, когда мы в позиции наблюдателя, когда мы в стороне, как аккуратко смотрим за этим. Поэтому, не знаю, тут я не решусь давать советы вам прежде всего, потому что необходимо разобраться с собственным выбором. Оценить прежние отношения, какие у вас были до данного мужчины. И понять, что вас пугает, что это на самом деле просто схема и поведение отличаются. Кармически это вы бы не смогли избежать урока с этим мужчиной. И тут всего лишь момент тот, что либо вы сейчас шагаете внеизведанное, в ту схему, которая вам не знакома, и пытаетесь выстроить отношения, либо вы скатываетесь вновь на прежний уровень и строите отношения уже с теми мужчинами, которые привычны для вас. И тут только вопрос вашего выбора. Никто не вправе судить, либо никто не вправе давать вам советы и рекомендации. Я надеюсь, данный расклад помог вам разобраться в том, что происходит в вашем сердце и в отношениях с этим мужчиной, что вас тревожит, в чем дуальность всего этого. Очень надеюсь, что вы, какой бы путь вы ни выбрали, вы будете счастливы, вы будете любимы, вы познаете все прелести гармонии, мира в ише, какой-то реализации женской, в глобальном смысле этого слова. И ваши отношения будут строиться на духовных принципах и будут фундаментальными, будут служить примером для многих других. С вами была Данилова Маргарита. Добро пожаловать в «Лолшебный мир того». Избегать всех отношений. Итак, второй вопрос. Что чувствует он ко мне сейчас? Абсолютно точно могу сказать, что он желает укрепить свои позиции в роли мужчины, в роли мужчины рядом с вами. Он готов... Вообще он вас выбрал, да, и он готов уйти вместе с вами в нечто новое и давать вам, да, много давать. Немножко уравновесить ваши отношения. Какие-то роли, может быть, на себя взять, да, больше. Но в то же время он ждет от вас ответных каких-то реакций. Он понимает, что отношения-то не игра в одни ворота. И он чувствует, что ему необходима ваша поддержка, ваша решимость, чтобы и вы его тоже как мужчина выбрали. Что еще он чувствует? Он чувствует некоторое смятение. Как будто бы от него какая-то информация скрыта. Он готов двигаться в сторону того, чтобы узнать эту информацию, узнать ближе вас. Но вы сидите на этих эмоциях и ни с кем не делитесь. Опять-таки вы от него отвернулись. Все, что он вам или Вселенная вам предлагает, это как будто бы не то, что вам нужно. Вы обрянутся с этим мужчиной скучно, и вы готовы немножко вариться в собственном соку и в своих былых эмоциях. Вы привыкли, что должна быть какая-то феерия, очень, должно быть ярко, динамично. А тут у вас союз очень такой спокойный. И... Сейчас скажу. Он на самом деле чувствует, как будто вы разбиваете ему сердце тем, что можете выбрать и не его. Он пытается в этом разобраться. Не знаю, есть ли у вас другие поклонники, которые вокруг вас, или беспокоят ли вас мужчины из прошлого, но чувство вашего мужчины, на которого сейчас делается расклад, очень неоднозначно. Потому что он очень-очень желает быть с вами. Он сделал выбор в пользу вас. Но он не чувствует ответных, таких же сильных эмоций. Как будто бы вы еще не определились, и его это угнетает. Каким бы хотелось бы видеть наши отношения. Абсолютно четко он видит вас, женщину, с которым он хочет устроить будущее. Отношения он видит очень жизнерадостными, яркими, фееричными. Итак, первый вопрос. Что сейчас происходит в отношениях? Я бы сказала, что вы сейчас устремились в сторону притяжения друг к другу. Причем мужчина очень желает обнажить ваши чувства, ваши мысли в его сторону. И он желает, чтобы вы ему доверились и открылись. Есть один момент, что очень мощный сексуальный импульс от мужчины исходит. И он немного, знаете, не видит как берегов. Он готов взять, да, вот это вот мое и все. Вы почему-то немного отстранены и за плеча, что ли, наблюдаете за ним. Причем все решение в рамках развития отношений лежит за вами. И те пути, которые вы будете выбирать, тоже зависят от вас. Вы можете... Всех приветствую на канале Магия Таро. Меня зовут Данилова Маргарита. Сегодня мы с вами разберем индивидуальный расклад на тему взаимоотношений. Расклад по заявке девушки. В нем у нас 10 вопросов, если не ошибаюсь. Да, 10. Буду прибегать к подсказкам, потому что составлены конкретные вопросы. Если вы смотрите данное видео, возможно, оно будет полезно и вам. Примите то, что отозвалось и открыть нос в душе. То, что не ваше, просто не берите. Тема взаимоотношений, она наиболее часто встречающаяся. Хотя на сегодняшний день достаточно много запросов касаемо предназначения женщин, касаемо какой-то миссии, целей, развития, что меня тоже очень радует. Потому что если мы пришли в этот мир для того, чтобы реализовать себя, то исполняем главную роль. Все остальное автоматом к нам притягивается. Итак, долго не буду говорить. Есть вопросов. Сразу выложу карты, чтобы не запутаться в ответах. Выстроить и выбрать именно ту лестницу, которая вам близка необходима. Что еще происходит? Единственный момент, который заострил мое внимание, это то, что на сегодняшний день вы будто бы пробудились к тому, чтобы определиться прежде всего для самой себя. Та ли это цель, та ли это мечта, которую вы хотите достигать. Тот ли это человек, с которым вы хотите войти в новое. Тот ли это человек, с кем вы сможете проявить всю свою женственность, всю свою харизму, весь свой женский потенциал. Для вас сейчас очень важно определиться, надо ли вам это или не надо. Потому что на сегодняшний день сомнения, они вроде нам нужны для того, чтобы мы критично относились к текущему положению дел и опрометчиво не вступали в отношения. Но в аспекте сегодняшнего дня они вас угнетают. Я не могу сказать, что они могут повлиять на отношения или убить их на корню. Сейчас мы попробуем путем ответов на следующие вопросы попытаться понять их на глубже, что ли. Но пока, начиная с первого вопроса, первой позиции, я не вижу каких-то особых трудностей для того, чтобы Terima kasih. Продолжаем.